В светлый праздник Пасхи представители единого волонтерского центра Мурманской области посетили Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения. Благотворительный проект для домов престарелых и инвалидов «Душа с душою говорит» стартовал весной 2019 года. Одной из первых к нему присоединилась Мурманская область. Ранее волонтеры уже передали картины в мурманские и оленигорские дома престарелых. Это наш пятый дом-интернат, куда мы приезжаем с проектом «Душа с душою говорит». Проект «Душа с душою» уже второй год действует в Мурманской области. Это люди, которые пишут и рисуют картины, передают их нам в волонтерский центр, мы их обрамляем и развозим жителям домов-интернатов. Таким образом, душа художника начинает жить с душой жителя. Художник, который вложил свою энергию, свое желание творить красоту, передает эту радость жителю дома-интерната. Мы благодарим всех художников, волонтеров, которые поучаствовали в этом проекте. Здесь картины в разных совершенно техниках. Есть детские картины, которые нам передают детские школы искусств. Есть картины профессиональных художников, есть картины любителей. Но все они находят своего такого же индивидуального жителя, такого же необычного, со своей харизмой, со своим характером и продолжают радовать наших жителей. Такую маленькую радость сегодня, в светлый праздник, нам удалось сделать. И мы благодарим всех, кто поучаствовал в этом проекте. Наша цель – посетить все дома-интернаты в Мурманской области и одарить всех наших жителей. У нас еще осталось их три. Поэтому я думаю, что до конца года мы постараемся этот проект завершить вот так с честью и с благодарностью к нашим художникам, которые передают картины. Спасибо. Представители единого волонтерского центра передали пожилым людям картины, написанные художниками из разных уголков страны. В этом году к акции присоединились учащиеся Мончегорской детской школы искусств имени Воробья. Их работы также будут переданы в дар в дома престарелых и инвалидов. Когда люди готовы отдавать, готовы делиться, тем более такие молодые. Сколько вам лет? 16, 16, 13, 13. Подопечные дома милосердия смогли выбрать полотно по своему вкусу. Кто-то опираясь на воспоминания, кто-то на ассоциации. Каждая картина нашла своего ценителя. Работы художников разместили в комнатах проживающих. Душа к душе, вот эта встреча. Душа к душе, действительно. Хочется жить. Да, хочется мира и добра. И мира и добра. Спасибо. Я сказала, что... Добить друг друга. И пожать. Спасибо. Вы такая мудрая. Да. Мы всем сегодня в такой светлой праздник желаем только вы, ребята. Также в этот день провели мастер-класс, посвященный светлому празднику. Пожилые люди, проявив фантазию в творчестве, декорировали пасхальные яйца. Все мероприятие прошло на положительной ноте. Все думали только о приятном, общались и советовались друг с другом. Еще одним подарком от единого волонтерского центра стали пасхальные куличи и расписные пряники, которые и сами выглядели как произведения искусства. Праздник получился очень душевным. Сегодня пожилые люди приняли участие в мероприятии, которые, несомненно, дарят радость. Полотна художников и общение с новыми людьми помогают раскрасить дни проживающих яркими красками. Спасибо единому волонтерскому центру Мурманской области за то, что мы смогли принять участие в проекте «Душа с душою говорит». Они сегодня привезли не только картины, они привезли внимание, которое всегда очень ценно для пожилых людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!